Девушки отдыхают Давайте рассмотрим топ-7 самых популярных предрассудков старшего поколения по отношению к молодежи. Молодые люди проявляют грубость в отношениях с другими людьми, не уступают места в общественном транспорте, неуважительно общаются со старшими, используя в своей речи нецензурные грубые выражения. Каждый хочет самоутвердиться и в то же время каждый живет в каком-то своем определенном иллюзорном мире. Те люди, которые имеют цель и объединены общей целью и идеей, они общаются совершенно по-другому. Это уже люди с целью, они к этой цели идут. К сожалению, не всегда просто у молодого поколения есть эта цель. Когда цели нет, тогда и общение, и все остальное идет по-другому. Молодые люди все время используют гаджеты. По статистике, россияне в среднем проводят в социальных сетях от 1 до 5 часов каждый день. Для подавляющей части представителей старшего поколения телефон в руках является явным признаком использования его не по назначению. Я работаю удаленно, через интернет. Это не требует рано вставать, ехать в офис и работать оттуда, занимать там место. В общем, это упростило нам жизнь. Молодое поколение не хочет развиваться из-за своей всепоглощающей лени. Молодежь, находясь в комфортном состоянии, не совершает попыток преодоления себя. Ее устраивает текущее положение вещей, и это ограничивает возможности для личностного роста. Молодые люди начинают деградировать, теряя те навыки и умения, которых они на тот момент достигли. Однако далеко не каждый молодой человек является прототипом этой характеристики. Многие, напротив, активно развивают себя как личность, открывают творческий потенциал, в очередной раз доказывая, что за ними будущее. Говорить о развитии сегодня, в том, что наша молодежь не развивается, и наш сегодняшний мир стоит на месте, это факт. Но нужно что-то делать. К примеру, это зависит от каждого человека. Я, например, занимаюсь профессионально танцами, еще успеваю петь, и еще раньше я занималась английским. Тебя это втягивает, это заводит твой внутренний какой-то механизм твоей активности, дает тебе какие-то силы, инициативу работать далее. Здесь у тебя формируются и авторитеты какие-то, но авторитеты в положительном смысле, которые реально для тебя будут полезными. Взрослые вынуждены неоднократно повторять молодым людям свои просьбы убрать посуду, не откладывать важные дела на потом и просто выслушать справедливые претензии, не перебивая и не утыкаясь лицом в экран своего смартфона. О них все чаще и чаще говорят. Они презирают авторитеты, не рассматривая при этом обратную сторону медали. Родители не являются авторитетом. Между прочим, это продолжается уже на протяжении где-то с, знаете, 65-го года где-то уже. Вот такие моменты, когда авторитеты рушатся. И поэтому нынешнее поколение, оно в принципе авторитетами не обладает. Они пытаются создать что-то свое. Считается, что молодые люди и дня без гадости прожить не могут. Фастфуд молниеносно вторгается в нашу жизнь. Практически у каждого молодого человека есть любимое блюдо в меню точек быстрого питания. Однако популярное течение представителей ЗОЖ также не сбавляет обороты и пополняется новыми борцами за правильное питание. Вот сейчас, когда наступило лето, мы с моими друзьями встречаемся по утрам и бегаем, вот по парку, например. И видим довольно много подростков, которые тоже бегают. И, как я понимаю, судя за своим здоровьем и питанием и фигурой. Современное молодое поколение загрязняет окружающую их среду. Фантики, выкинутые в метре от мусорного ведра, вечно беспорядок в комнате и наплевательское отношение к труду других людей. Молодежь сейчас достаточно много ходит на субботники. Например, в моей школе устраивали субботник совершенно недавно, весной. И ребята действительно выходили, убирались по собственному желанию. Также я знаю, что интернет-СМИ, блогеры, это достаточно популярное среди подростков, призывают выходить на субботники и убираться. Устраивают акции и подобное. Потому что это действительно приятно, когда находишься в чистом городе, в своем родном, и не хочется мусорить. Старшее поколение убеждено в том, что современная молодежь ведет развязный образ жизни. Распущенность молодых людей выражается в первую очередь в утрате духовных ценностей и выдвижении на передний план физических потребностей. Я хочу сказать, что это было всегда и во все поколения. Всегда это было. Точно так же, как это было в поколении 80-х, 90-х и сейчас 2000-х. Вот то же самое, в принципе. Нельзя так сказать, что это поколение хуже или лучше. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят со взрослыми и жадно глотают пищу. Изводят учителей. О предрассудках, рассмотренных в обзоре, еще в V веке говорил древнегреческий философ Сократ. Ошибочные мнения всегда были, есть и будут. Вопрос в том, прислушаются ли вам к ним.